Окей. Добрый вечер всем. Мои имя Гедеминас. Я вот с Ириной Оливер. Сегодня будем делать урок номер пять. Как мы делали прежде вебинары, где говорили о системе, мы продолжаем эту серию вебинаров. И сегодня будем говорить о системе базового уровня. Базовая, ну, как сказать, главная квалификация. Да, главная квалификация бизнеса. И это не самую высокую квалификацию, но квалификация, которая как структурный элемент бизнеса. Значит, это квалификация, из которых мы можем построить любую квалификацию любого уровня. И, ну, я думаю, что эта квалификация — это двадцать первый процент. Почему? Потому что человек может достигнуть этого уровня быстро, через месяц, два, три, четыре. И этот уровень уже начинает платить неплохие деньги, если построим правильно, около, там, тысячи евро или тысячи долларов или тысячи фунтов, которое может быть очень хороший дополнительный доход, или даже некоторыми это может быть полно, из этого можно жить, да? Вот. И что я имею в виду, чтобы был построен правильно? Так я вот сейчас покажу свой экран. Вот. Я когда с новым человеком разговариваю, который только присоединился к бизнесу, я всегда этому новому человеку и говорю о нашего базового уровня, самого важного уровня. И я всегда вот показываю такую структуру. Это двадцать первый процент с тридцать тысячами баллов, а с шестьюми ногами, да? Так, по шесть нога, по пять тысяч баллов. В таком способе это лучшая структура, чем, если мы делали на две ноги или на три ноги, потому что иногда люди посмотрели наш маркетинговый план и видят, что вот, что сделать жемчуг, мне нужно два ноги двадцать первый процент, или двадцать первый процент плюс двадцать тысяч баллов. Ну и хорошо, только две и буду строить. И в таком способе они получают, как пин, получают этот статус, что они вот достигнули жемчужную орхидею, но ни хрена не зарабатывают. И потому тогда люди, ну как, они недовольны, потому что вот я имею такой высокий статус, такой высокий ранг, а я не зарабатываю. Почему? Не зарабатывают потому, что структура неправильно построена. Она слишком маленькая, она должна быть гораздо более широкая, да? И потому я всегда показываю человеку, что нужно минимум шесть ноги строить. Например, вот одна моя девчонка, Сара, прошлый месяц она вот сделала жемчуг, но только за двадцать первый процент она получила около восемьсот пятьдесят фунтов. Да, это около более чем тысячи долларов, да? Почему? Потому что у ее даже не шесть, а более там ноги. Конечно, не все там сильные, но в таком способе она зарабатывает более денег из первого плана маркетинга, да? Потому и тоже, когда мы строим такую структуру, шесть ноги по пять тысяч баллов, тоже получаем тогда welcome home. Это как международная программа, все страны могут использовать эту программу, где, когда мы построили структуру по пять тысяч баллов шесть ноги, мы получаем еще дополнительно пятьсот евро каждый месяц. Это не один раз, а каждый месяц, пока мы не достигнули золотую орхидею. Это может быть год, два, три, четыре, сколько нам займет достигнуть этого уровня, да? Так это дополнительно шесть тысяч евро в год в наш счет, да? Ну и потому вот мы концентрируемся на эту позицию, на эту квалификацию, что помогает людям достигнуть. И всегда я показываю это как цель новому человеку. Не все будут стараться достигнуть этот уровень, не все хочут, но это важно показать всем, потому что некоторые, как Ирена иногда говорит, некоторые люди не знают, что хотеть, потому что они не знают, никогда не делали такого бизнеса, и они не знают, что здесь можно достигнуть. Может быть, они думают, ну, здесь продают там несколько парфюмов, заработают несколько там долларов или рублей, или евро и так далее, и все. Но когда мы показываем им, где этот бизнес мог бы пойти, они тогда, может быть, захочут делать что-то более высокого уровня, да? Так, первый шаг системы этой, конечно, это показать всем. Я каждому новому человеку показываю эту структуру, как нужно это сделать. И тоже это помогает людям увидеть, что это не так сложно сделать, потому что если мы разговариваем с новым человеком и говорим, вот я хотел бы, что ты достигнул 21%, все, что тебе надо сделать, только 30 тысяч баллов. Большинство людей говорят, «О, это космос, я никогда не достигну этого, да?» Но если мы показываем, что это не 30 тысяч баллов, но это помогать 6 людей сделать 5 тысяч. 5 тысяч – это гораздо легче сделать, да? У меня есть, например, один парень пару месяцев назад подписался к нашу структуру, он парикмахер, и первый месяц он сделал 7200 личных баллов, да? Так 5 тысяч, даже один человек мог бы сделать 5 тысяч баллов, да? Это гораздо легче, чем 30 тысяч. И если вот ты помог 6 друзья присоединиться к бизнесу и сделать в 5 тысяч, или сам им, или тоже подписать несколько людей, вот, ты бы достигнул этого уровня и получил эти деньги. Сейчас уже выглядит гораздо легче, когда мы так показываем. Следующее – это просмотреть всю свою структуру, все свои люди и определить людей, которые могли бы достигнуть такого уровня и которые бы хотели. Так, может быть, даже сделать как инвентаризацию своего бизнеса и переговорить со всеми, кто хотел бы, например, вот достигнуть такой уровень. Может быть, они никогда не были такого уровня, может быть, они уже были, но упали и так далее. И следующее тогда – показать им, как это сделать. Так опять, это помогает другим людям, да, это делать. И в таком способе начинаем строить эту структуру. Тоже мы получаем эти дополнительные номера, да, как дополнительный ID номер. Можем сами получать. Так, когда достигнули 9, уровень 9 процента, мы получаем дополнительный ID. Можем подписаться этот дополнительный ID под собой и начинать строить под этим ID. Достигнули 12 процентов, получаем еще один, можем опять подписать. Так опять, иногда, может быть, один человек, который ты подпишешься, не сделает 5000 баллов сам. Но если ты подписал под собой свой дополнительный номер и под этим номером подписал, может быть, 10 людей, все эти 10 люди, может быть, сделают этих 5000 баллов. В таком способе, пока ты достигнул 21 процент, из этих 6 ноги, может быть, 2 или 3, это твои дополнительные номера. Значит, это дополнительные деньги. И когда ты будешь, например, бриллиант, эти дополнительные номера будут жемчуги и так далее. Опять, это дает более денег. Например, вот наша компания, одна из немногих компаний, я не знаю, много компаний, которые делают такое, дают возможность иметь вот такие дополнительные номера. И вот я когда показываю наш, как это работает, вот людям из других компаний, они все, о, вау, потому что тогда не только ты зарабатываешь за свой главный ID, но ты тоже получаешь 1000 там, 500 там, 400 там за все эти дополнительные номера. И в таком способе можешь зарабатывать гораздо больше. Вот. Ну и тогда мы должны подумать, кто в нашей компании имеет как две вещи. первое, это люди, которые голодные, и второе, это люди, которые тренироваемые, тренированные, да? Что это значит? Я когда ищу людей вот для бизнеса, я только этих двое ищу. Потому что если человек не голоден, имеет лучшую жизнь, не голоден там дать что-то лучшее к детям или путешествовать где-то и так далее, это очень сложно сделать, чтобы он стал голоден и так далее, да? Так всегда я смотрю тех, которые хочет что-то в жизни, да? Потому что очень много вот людей сетевого маркетинга, они влюбляются в потенциал. Они видят человека, «О, этот человек имеет такой потенциал!» Но потенциал это дешево. Все имеют потенциал. Почти каждый человек имеет потенциал стать очень-очень успешным. Но большинство их не будет никогда использовать этого потенциала. Но вот голодные это не все. Не все действительно голодные имеют лучшую жизнь и готовые работать. И следующее это вот люди, которых мы можем тренировать, которые открытые учиться и делать то, что мы говорим. Это по английскому языке это называется coachable. И человек, который большинство людей, к сожалению, они нетренированные. Что это значит? Мы даем им информацию, но они не делают ничего с этой информацией. Они не слушают наши инструкции. Если человек не слушает ваши инструкции, будет очень сложно помогать им достигнуть результата. Так опять, если человек имеет эти две, он голоден и он... Да, Ирина? Я хотела закончить ту фразу, я тебе потом что-то скажу. Не-не, все в порядке. Я хотела сказать, вот тут написали девочки, Софья написала, что вот 200 баллов это ориентировочно 100 долларов. Это 6 человек каждый месяц должны 200, две с половиной тысячи долларов закупиться. А, идея такая, мы не закупиться и держать, а если наши продукты такие хорошие, этот человек, этот парень у Магедеминеса, он не закупился себе, он просто купил, сделанную закупку, продал это, люди заказали еще, еще продал, и еще продал, и еще продал. У меня есть лидер, Маргарита, которая 20-30 баллов делает сама. И даже, Ирена, Ирена, и даже не так, он не закупил и не продал, он продал и тогда закупил. Это вот почему вот все соцсети сейчас делают наш бизнес ивен легче. Прежде ему, когда я начинал 10 лет назад, тебе было надо вот закупить и где-то одобрать продукты и продать кому-то. Сейчас даже не надо покупать, пока ты получил клиента, через соцсети мы можем привлекать людей, которые уже говорят нам, я хочу это, 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 и только тогда мы покупаем. И он вот, я сделал интервью с ним, и он сказал, что 80% их продажи были через соцсети. Только 20% были вот люди, которые там пришли к нему как парикмахеру и так далее. Так это очень-очень важно, что это не закупки, не то, что вот мы покупаем продукцию и держим там где-то, потому что этот бизнес тогда по-английскому называется not sustainable, как это по-русскому? Это не постоянно, это значит мы никогда, это мы не купим себе, значит и баллов не будет. А если мы расширяем сеть, у нас много потребителей, которые нравятся продукты, просто мы пользуемся, но даже одна семья может очень много баллов делать, если вся семья будет пользоваться всеми продуктами нашей компании. да, 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 так вот это, речь ходит, что это было стабильный бизнес, это не может быть вот закупы, там, только вот покупать продукты, это должно быть, что это, как называется, органические продажи, органические использования продукта, да, что каждый месяц эти баллы были, потому что если кто-то закупил, следующий месяц он уже не будет покупать, да, знаем людей своей команде, которая хочет делать этот уровень, тогда мы должны может быть начинать отдельную группу какую-то, отдельное обучение, отдельное признание, потому что эти люди как, ну, они сейчас имеют миссию, да, они делают что-то вот специально, да, и, конечно, вы хотите иметь как можно более людей, которые достигали этот уровень, потому вам нужно это показывать как, ну, чтобы другие тоже хотели это делать, да, должно быть какое-то признание к этим людям, какие-то призы, может быть, какие-то конкурсы, какие-то дополнительные обучения, которых только они получают, потому что они вот сейчас работают на того, да, и тоже это вам помогает иметь хорошую культуру своей команде, почему? Потому что в бизнесе, как вот мой ментор Рей Гигдон говорит, есть три группы людей, около 80% людей, которые приходят к сетевой маркетинг, они имеют желание заработать до 500 долларов в месяц, до 500, да, следующая группа это 15% людей, и 15% людей имеют желание заработать 2-3 тысячи долларов в месяц, ну и последняя группа, только 5% людей хочет заработать 25 тысяч или более в месяц долларов, да, но лидеры, большинство лидеров, они принадлежат к этой группе, да, 5%, и они думают, что все хотят то же самое, но если мы даем как напряжение человеку, который хочет только заработать дополнительно несколько долларов в неделю, мы спрашиваем его дело то, что человек должен делать, который хочет заработать 25 тысяч долларов в месяц, он очень быстро будет пропадать из нашего бизнеса, потому что он будет думать, я только присоединился, продать несколько продуктов, а здесь мне бомбардировать каждый день и мне говорит, что я должен делать более и более и так далее, но если вы имеете отдельные группы для всех и отдельную группу для только лидеров, которые работают на что-то более высокого, тогда там вы уже можете говорить о других темах, которые может быть крепкая любовь там может быть, где вы более конкретно работаете с людьми, но конечно вы хотите это сделать в таком способе, что через время все хотели бы попасть на эту группу, потому что может быть там будет какой-то специальный спикер, который будет сделать там обучение только для эту группу, может быть будет какой-то партии, где вы все будете там иметь какую-то вечеринку только для эту группу, да, это как VIP, да, что все хотели сейчас попасть на этот клуб, так это было бы не как о, это очень сложная работа делать это 21%, но это было бы, что я жду не дождусь пока я могу попасть на эту группу, что я мог быть достигнут 21%, да, и знаете что, я вот сейчас скажу вам, даже вот Гедеминес наверное этого не знает, вот нам надо очень выяснять вот чего люди приходят, да, и главное хотят ли они соревноваться и чего они могут достигнуть, ты знаешь Гедеминес, что я вот до нашего этого зума говорила с твоей этой старой, которая вот жемчужину сделала, которая обязательно в этом месте будет амарант, то мы с ней обсуждали как ей сделать в декабре бриллианта, потому что она сегодня взяла там новый дополнительный номер, она посчитала поскольку ей баллов на тот номер каждый месяц, каждый день надо в этом месяце сделать, она говорит все, я уже не могу с вами больше говорить, мне надо 6 людей подписать, пока мы говорили с ней, кто там уже говорит ей, да, я уже опять, она спросила меня, насколько последний бриллиант самый быстрый, в Англии был, говорю за 6 месяцев, она говорит, я хочу быстрее, вот это, понимаете, это, как идет соревноваться, значит, он тогда берет что? Ответственно за свои действия, и он показывает таким и другим, потому что если мы так знаем, ждать, как как-то сниженьки каплик, и вот компания наша не просит много, 50 баллов личных, чтобы, но если мы все будем учить на 50 баллов, ребята, мы этих бриллиантов никогда не увидим. Да, да, вот, так, в таком, и когда человек уже достигнул этот уровень, мы должны вот тогда использовать эту историю, показывать другим этого человека, как, как вот вам это, это, как есть человек, который это сделал, вот, учите, смотрите, что этот человек делает, даже вот эта Сара, которую сейчас Елена говорит, она, когда достигнула этого уровня, опять, мы сделали очень много всяких обучений с ней, и так далее, чтобы другие вот услышали, что она делает, потому что люди иногда думают, что это как что-то, какой-то секрет, если там что-то она там вот знает, и так далее, а в самом деле нет никакого секрета, она только работает очень-очень много, она очень голодная, достигнуть большое, потому что она имела успешный бизнес, потеряла этого бизнеса, имела очень хорошие дома и машины, этих тоже потеряла, и сейчас она хочет обратно все получить и зарабатывать сама, да, и потому она хочет вот дать лучшую жизнь своим детям и так далее. Она имеет трое детей, и она мама-одиночка растит трое детей, и все там спортсмены и футболом все такое, такие, ну, везде надо их водить и с ними быть, так вот, это как голодные, как сказать, мы не то, что голодные, голодные, это мы голодные к лучшей жизни, потому что она имела и она знает, что потеряла, и знаете что, иногда больше всего людей домотивирует не только то, что мы хотим, а может быть, вот как говорите с людьми, выясните, вот чего они именно не хотят, вот чего они ненавидят, вот, например, утром вставать, вот это не надо, вот на это надо нам и как раз больше еще соли, соли побрызгать. да, и поговорить с человеком, потому что, опять подумайте, вот сколько у вас людей в структуре и знаете ли вы всех целей этих людей, сколько вы поговорили и спросили их цель, что они хочут достигнуть в этом бизнесе, сколько они бы хотели зарабатывать, сколько время они могли, может, дать к этому бизнесу, знают ли они, что надо делать, что достигнуть этих результатов, потому что иногда мы думаем, о, вот, ленивые люди у меня в команде ничего не делают, а эти люди сидят и не знают, что делать, но мы думаем, ну что, это просто, все знают, что делать, а большинство людей не знают ничего и они хочут инструкции, они хочут, чтобы им было подано, вот, делай то сегодня, вот, делай то завтра, вот, делай то послезавтра, чтобы они имели какую-то идею, как это сделать. Представление, что дальше следует. Да, и опять вот, это один из секретов этой вот женщины, потому что она строит свою структуру, но там она не оставляет ничего, как для фантазии, она каждый день дает, что делает команде, все это делают, конечно нет, но она хоть дает им возможность, вот, сегодня эту картинку и этот текст, сегодня вот это видео сделайте, сегодня вот поставьте этот продукт, сегодня сделайте этот вопрос и так далее, и так далее, и так далее. И каждый из вас могли бы это сделать, но только нужно делать, только нужно начинать, да?